Сегодня мы поем акапелла в подземном переходе и знакомимся с омскими стендап-комиками. Попадаем в закулисье Пятого театра и учим историю омского спорта. Опасаемся пятницы 13-го и отмечаем Всемирный день доброты. Что такое стендап? Для журналистов, например, это работа корреспондентов в кадре, как сейчас. Но для большинства людей это популярный жанр комедии, в котором комик выступает перед живой аудиторией. В Омске тоже есть свой стендап. О нем сегодня я и расскажу. Зависите свои ожидания, до Ланцева не приедет. Мы пытались его позвать. Он сказал, что уродить немного, поэтому будет концерция Пятого Ботенко, это максимум чудеселенный. Поприветствуем первого комика. Встречаем Никита Польский. Слово стендап сегодня на слуху. Несмотря на то, что для России это относительно новое явление, в каждом крупном городе уже выступают свои комики. В Омске нет стендап-клубов, как в Москве, а вот открытые микрофоны проводятся регулярно. Здесь любой желающий может обкатать свой материал на публике. Чувство юмора достаточно, желание. Все за человека зависит. Типа хочется шутить. Мозги должны быть. Мозги должны быть. Мозги и что писать можно было. Рука. У нас часто комики, которые занимаются стендапом, уезжают в Москву. В итоге у нас там пойдет вверх, потом комики уедут, новые приходят. Короче, просто текучка какая-то идет. Ну то, что регресса нет, просто пока стабильность есть, что он есть, люди ходят, комики есть. Взаимодействие с публикой и шутки из жизни – неотъемлемая часть выступления. Конечно, истории могут быть выдуманными, но доверие аудитории – обязательное условие. И если для зрителя стендап – развлечение, то для комиков выступления – не шутки. Нередко это способ заглянуть проблемам в глаза и вместе с публикой посмеяться над ними. Знаете, вот смотришь на инстаграм девушки и думаешь, боже мой, она Афродита. Потом такой, нет, Афродита уродина по сравнению с ней. И ее придумал Бог. Так вот, да нет, Бог не мог сделать себя настолько красиво. Она есть Бог. А при реальной встрече с ней становишься атеистом. Стендап, он же такой личный. Сейчас очень модно все вот эти личные истории, как то, чего добился, как там, ну, в общем, делиться проблемами, но с юмором. У нас просто же не принято ходить там к психологу, к кому-то еще. А так ты выходишь в целом на сцену, рассказываешь то, что тебя беспокоит и волнует. Но когда ты сам это делаешь шуткой, а проблема перестает быть такой серьезной. Тут максимально живая такая комедия, то есть она максимально дикая, даже можно сказать. То есть, понятное дело, тут как-то зарождается она в регионах, все же потом приезжают в Москву, когда становятся известными, популярными и все дела. Тут честно, вот честно. Я бы сказал, что в регионах комедия честная. Хихоньки да хахоньки отлично монетизируются. Сегодня занятие комедии приносит солидный доход. За свое настроение люди готовы щедро платить. Размер гонорара зависит от количества материала и известности артиста. Так что, если вы решите попробовать себя в стендапе, не забывайте, как важно быть серьезным. Теперь я должен сказать вам. Сказать что? Числа сфальсифицированы. Что за что? Стать артистом. Я уже в школе понимал, что я чуть иначе читаю стихи, чем, например, мои одноклассники. Я просто их проживал. То есть был этот момент проживания, которого не было, например, у других ребят. 15 ноября будет ровно 26 лет, как я вышел на сцену. В первом спектакле это был маленький трагедий. Наша задача была ввести телегу. Ввести телегу и не врезаться. И мы выезжаем, и на первом повороте начала спектакля мы в эту мраморную, огромную колонну, естественно, осью врезаемся. Отдав почти 20 лет Кемеровскому драмтеатру, актер из небольшого шахтерского городка Белово Дмитрий Макаров в пятом театре служит уже 8 лет. В Омск его заставил приехать географ, что глобус пропил. Дмитрий посмотрел постановку пятого театра и захотел влиться в труппу. Теперь и сам играет в этом спектакле. Вот отсюда, вот отсюда, это мое место в этой гримерке. Как в 2012 году я пришел, мне сказали, вот, Дмитрий Владимирович, это ваше место. Ну, почему так официально? Потому что мне официально же как бы привели и официально показали. Театр – это дом. Говорят же, такие роли тебя воспитывают. Они в тебе в любом случае остаются. Даже вот прошли годы, и ты как через какую-то призму этих ролей на какие-то вещи смотришь. Это личное, говорит Дмитрий о своем увлечении поэзией. Первое стихотворение актер написал еще в школе. Сегодня многие строки Дмитрий положил на музыку. По его словам, главное – найти свои аккорды. Вот когда никого нет, если кто-то заходит, я сразу гитару убираю, я никогда никого не мучаю своим творчеством. Я давно не сочиняю, на гитаре не играю, но нынче опять словно встаре я. Блокнот открываю, перу заправляю и рифмы… Познакомившись с театральным институте, с тех пор они делят одну сцену. Вот уже 25 лет супруги Дмитрий и Олеся выясняют отношения на сцене. Они давно и вовсе попробовали отменить верность браке, но лишь на подмостках. В спектакле свободная пара. Наверное, терпению какому-то учит этот спектакль со стороны женщины, чего мне вообще не хватает. Терпение. Это такое двоякое. С одной стороны, поддержка, потому что я понимаю, что он меня поддержит в любой ситуации, находясь на работе в театре. А с другой стороны, это двойные переживания. Таких масштабных проектов, масштабных целей. Судьба и так дает, понимаете. Никто не думал, что я буду боинг играть. Но я думаю, ну сезон, попрыгаю, поскачу. В результате, что, 4 года скачу. Но главное, что зритель, 97% заполняем в те залы, это меня просто убивает на этом спектакле. И вернее, ради этого идешь и делаешь все, что должен делать. Субтитры создавал DimaTorzok Проба нового арт-пространства. Именно вот здесь, где всем известно, метро должно было у нас быть. Ну то есть это некоторая точка в культурной жизни города. Конечно, это не массовое какое-то мероприятие в концертном зале, но это некоторое такое обозначение, появление. Зачем стучать по дереву и бросать щепотку соли через левое плечо? Почему черных кошек советуют остерегаться, а трехцветные чаще ассоциируются с удачей? Таковы народные суеверия. Одно из самых известных, день в который, как принято считать, человеку следует быть особенно осторожным. Это пятница 13. Встречи, свадьбы, финансовые операции – только не в пятницу 13. В этот день человечество ждет беды. Есть разные версии происхождения этого суеверия. Одна из них связана с библейской тайной вечерей, в которой участвовали Иисус и его ученики. 13-м был Иуда. Некоторые считают, что роковую известность дата получила еще в Средневековье. Именно в пятницу 13 октября в 1307 году французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров вместе с его верховным руководством. Их обвинили в ереси, подвергли пыткам и казнили. Есть версия, что в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и поделилась им с Адамом. А еще Каин убил своего брата Авеля. Но на самом деле мистический флер появился у пятницы 13-го только к началу 20-го века из-за объединения в массовой культуре событий, которые изначально никак не были связаны между собой. И с тех пор мистическая дата превратилась в отдельный культурный феномен. Есть забавная довольно-таки история этой фобии страха именно пятницы 13-го. Параскаве декатрифобия. Цивилизацию можно осмыслять следующим образом. Она все время движется разум-чувство, разум-чувство, разум-чувство. Точно так же, как и человек в своей жизни. И мне кажется, что когда технологии нас подводят, например, какие-то, или какие-то наши надежды полететь в космос и там, наконец, зажить задорно, они не исполняются, то мы обращаемся к чувствам. Это мое личное размышление. Страх перед чем-то, что выходит за пределы исчисления. А вот что за этим понятным, ясным 12? Ну откуда 12? Это 12 месяцев лунного цикла, год 365. И вот это делится на 12 лунных месяцев. Согласно старому поверью, в этот день слетаются на шабаш 12 ведьм. И когда восходит полная луна, 13-м появляется сатана. А между тем, для кого дни недели и цифры действительно важны в работе, говорят, люди сами наделили число 13 злой силой. В некоторых странах число 13 называли чертовой дюжиной. У него еще есть название дюжина булочника. Значит, в Англии был такой введен закон для булочников, что они, если обманывали своего потребителя-покупателя, то у них было очень жесткое наказание, вплоть до того, что им могли отрубить руку. И они, боясь обсчитаться, то есть у них была определенная норма 12 булочек, и они, допустим, боялись обсчитаться и докладывали 13, чтобы у них, как бы для черта. Какие-то суеверия в отношении 13-го числа в астрологии не закладывается вообще никак. В нумерологии тоже это число складывается, то есть 1 прибавляется 3, получается 4. Выстраивается цепочка знаний именно на 4. То есть это дает определенную стойкость, уверенность, целеустремленность. И если раньше приметы объясняли происходящее в мире, то современному человеку они дарят уникальный эмоциональный опыт переживания страха. Специалисты говорят, многое во взгляде на суеверие зависит от детских переживаний и отношения к жизни в целом. Наделять ли дату, число, события или предмет роковым значением и помещать ли их в центр своей картины мира – вопрос, на который мы можем ответить только себе. Зачем современному человеку вера в сверхъестественное? Есть ли плюсы в суеверности? И что нужно развивать в себе, чтобы быть хозяином собственной жизни? Обо всем этом мы поговорили с психологом Евгением Купитман. Евгения, сегодня говорим про суеверие и приметы с точки зрения психологии. Вот расскажите, как эксперт вообще, в принципе, чем объясняется тяга человека верить в это? По-современному человеку удобно верить в это. Да. Почему? Потому что во многом снимается ответственность какая-то. Я приду, и мне что-то скажут, и, возможно, мне помогут, возможно, мне что-то дадут ответ на какой-то вопрос. Это же все про уверенность, про желание снять с себя ответственность, чтобы за тебя что-то кто-то решил. Конечно, удобно. Зачем я буду сам? Я лучше пойду, мне скажут, что делать надо. Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что ваши клиенты приходят и рассказывают вам какие-то ситуации и объясняют события в своей жизни именно вот какими-то суевериями или приметами, или что-то с этим связанное? На самом деле уже все больше и больше людей приходят, слава богу, прокаченных. Информации, как я говорю, много в доступе. Но есть, да, каждый, можно сказать, второй приходит после бабушек, после каких-то историй мистических. И если человек после вот этого всего мистического попадает в кабинет психолога, значит, там что-то пошло не так. Значит, вопрос был все-таки не решен. Скажем так, невроз, развитый невроз, потому что птичка пролетела, утро вот так вот началось, и вот в этом неврозе люди постоянно живут. Они, знаете, как они начинают видеть это, как будто притягивать. Их каждый день начинается с этих суеверий. И человек приходит в состоянии, меня вокруг окружают это все. Вот это знаки, наверное, что-то случится. Знаете, этот вот, я говорю, посмотри направо, вот, оказывается, вот так. Нет, вот так. То есть программа. Это уже внутренний себя человек напрограммировал себя на такое состояние. Да, и задача психолога просто повернуть фокус внимания, показать что-то другое человеку, чтобы он перестал неврозить на вот эти состояния. Если человек верит в эти приметы, он же не разумом, то есть логичным думает. То есть там не присутствует логическая цепочка. Там присутствует просто вера. Все. Естественно, когда ты начинаешь рушить эту цепочку, задавать человеку логические вопросы относительно этой приметы, она начинает разрушаться. Он просто ответить не может, почему он в это верит. Любая новая, в которой приходит связь, нейронная связь в голову, она же приходит теперь очень осознанно. Если это входило в вас очень неосознанно с детства, в это верите, то здесь во взрослой жизни мы же учимся осознанно для себя жить по-другому. И, конечно же, это сложно. Конечно. Либо ты живешь так, ну как бы проснулся, улыбнулся, собрался, пошел куда-то, либо ты здесь уже понимаешь, что так, а зачем я это делаю? Постоянно тормозя себя. Ну то есть это уже немножко другой уровень личности. Есть, может быть, какие-то примеры, когда человек, вот у него есть там какая-то своя счастливая примета, и может быть он себя как-то настраивает определенным образом и еще больше при этом какой-то уверенности приобретает для чего-то. Ну конечно, если она ему помогает, если это плюсовая история, почему она, пожалуйста, пользуйтесь ей на здоровье, во благо, как говорится. мы же придумываем себе приметы, вот я придумываю себе, у меня очень много моих примет, и они мне работают во благо, они помогают. Ну то есть условно, если у меня, например, есть какая-то счастливая там одежда, и я ее надеваю, я еще больше себя как бы подкрепляю свою уверенность в себе, и, собственно, это такой плюсик. Вопрос вам тогда. А что с ней будет через 10 лет? С этой одеждой вашей? Плюсиком. Появится другая счастливая одежда. Вот, вот это очень важно, чтобы вы себе программу не поставили, через 10 лет она там прохудилась, и вы начали, все, теперь меня ждет несчастье. То есть на вещи лучше такие программы стараться не ставить, потому что вещь имеет срок службы, как говорится, свою, да? Поэтому, если мы говорим про кошку, она пробежала, в следующий раз другая, ну, кошка, да, мы же не знаем, та уже умерла или не умерла, то есть у нас нет зацепки за конкретную историю. То есть какая-то абстрактная птица, абстрактная кошка и абстрактное там еще чего-то. А если у тебя это конкретная вещь, ты можешь зацепиться за нее, и тебе будет очень сложно потом. Если вдруг с ней что случится. Здравствуйте! Я очень рада видеть вас на открытии выставки «Спортивный Омск», которая посвящена развитию омского спорта. Ну, что внутри гордость, что я не зря жила, что вот мой сын добился таких успехов. 15 лет они стали чемпионами России в своем возрасте. Собрались перекраситься все в белый цвет, если будут чемпионами. Но отговорила я многих. Некоторые перекрасились, а некоторые отговорила, сказала, что это не важно. Главное, что вы чемпионы. Если будут сюда приводить детей и рассказывать о спортсменах, они, можно сказать, зажгутся многие и станут уделять спорту больше времени и внимания. Я бы хотела, чтобы побольше было вот наши омские хоккеисты. Не только Пережогин, там, Таратухин, а еще есть и Курьянов, есть и другие хоккеисты. И хотелось, чтобы просто хоккею был посвящен, посвящена какая-нибудь выставка. Что такое доброта? Это отзывчивость, сострадание и терпимость. Это силы, которые способны противостоять злу и объединять людей во всем мире. Конечно, помочь всем и сразу невозможно, но ведь добро начинается с малого. С 1998 года 13 ноября отмечают Всемирный День Доброты. И сегодня мы расскажем истории о тех, кто нуждается в нашей поддержке или наоборот, самоотверженно помогает другим. Омские хвостики бьют тревогу. Наступил кризис доброты. Приюту требуются корма, крупы, миски, лекарства и мелочи, без которых четвероногие скитальцы не могут существовать. Здесь находится более 400 собак, кошек и других животных. Большинство из них нуждаются в лечении и у всех здоровый аппетит. Но еще больше брошенные и бездомные питомцы голодны до общения. Неравнодушные могут в любой день приехать и провести время с пушистыми беспризорниками. У нас очень часто, в принципе, приезжают волонтеры, которые помогают. И с уборкой помогают, в помещении убираются. И с выгулом помогают. У нас есть специальный выгульник. То есть собачки, они вообще очень такие активные. И если это щеночки, то им всегда хочется играть, общаться, бегать и прыгать. Поэтому мы всегда очень рады людям, которые приезжают, просто даже, чтобы погулять, пообщаться с животными. Доброта — это в первую степень, наверное, поступки. То есть это не просто слова какие-то, это конкретные действия. Это люди, которые могут нести ответственность за эти поступки. Мы в соавторстве с дочкой написали книгу. Мы думаем вместе с мамой, когда нам скучно, и мы начинаем их сочинять. Она придумывает героев. Персонажей. Да, персонажей. Основную сюжетную линию. А я уже там дорабатываю всякими детальками, там все, что надо, туда включаю. Долгая дорога до садика — их литературный путь и история создания сборника сказок. Чтобы час в общественном транспорте пролетел незаметно, Марина с Лерой придумали забавную игру. Так было выдумано сотня сказочных историй. А в книгу, которую выдумщицы планируют издать, войдет дюжина лучших. Но чтобы сказки вышли в свет, маме с дочкой требуется помощь. Они показали свой проект миру. Разместили на краудфандинговой платформе в надежде на то, что кто-то захочет их поддержать. Ведь сказкам необходимы красивые иллюстрации. За два с половиной месяца удалось собрать почти половину необходимой суммы. Нам сейчас нужна помощь для того, чтобы проиллюстрировать и издать нашу книгу сказок, которую, я надеюсь, понравится людям. Может быть, у кого-то это будет любимая книжка, которая будет стоять на полке долгие-долгие годы. Доброта — это когда всем хорошо. Когда все стараются, чтобы всем было хорошо. Татьяна Баранцева — настоящий филантроп. Она считает, что благотворительность начинается с самого детства, с небольших добрых дел. Сейчас она работает пряничным мастером, но даже эта работа началась с благотворительности, и первые пряники были пожертвованы детям из воскресной школы. Девушка приходит в детские больницы, чтобы сделать жизнь малышей ярче. Помощь кому-то — важное дело в жизни Татьяны. Часто к праздникам она проводит коммерческие мастер-классы, а вырученные деньги перечисляют нуждающимся. Мы проводили благотворительные мастер-классы. Всегда это было очно. Мы встречались и рисовали с ребятами вместе. Но ситуация в этом году сложилась так, что у нас не было возможности встретиться. И мы придумали такой выход — сделать готовый набор печенья и предложить всем желающим купить этот набор и подарить его ребенку. А вырученные средства мы передали ребятам, нуждающимся в лечении. Доброта — это область жизни. Что это неотъемлемая часть человеческой деятельности, которая дает полноту ощущения жизни, реализации себя, потому что делая добрые дела, ты становишься богаче. Благотворительность — это не героизм, а поступок, на который решаются и находят время далеко не все. Но в случае что, и люди вспоминают о волонтерах. Тех самых, для которых помогать другим, это образ жизни. Ведь зачастую лишь доброта и бескорыстная искренняя поддержка неравнодушных способны спасти тех, кому больно, страшно и трудно. В субботу на телеканале «Продвижение» стартует показ нового сериала «Клан Кеннеди». Сюжет построен вокруг жизни знаменитой семьи и событий, которые ей довелось пережить в середине 20 века. История основана на реальных событиях. Первые две серии смотрите в 13.00. В воскресенье всех любителей современной поэзии ждут в Омском тюзе. Со сцены свои произведения зачитает одна из самых читаемых ныне авторов — Ах Астахова. На счету молодой поэтессы уже три авторских сборника стихов, изданных многотысячными тиражами. Понедельник на продвижении драма «Искупление». Сюжет фильма разворачивается в послевоенное время. Молодой лейтенант возвращается после лечения в госпиталь в родной город и узнает, что вся его семья погибла от рук негодяя-соседа. Какое наказание ждет убийцу? 17 ноября на сцену Омской филармонии выйдет популярный стендап-комик Иван Абрамов. Бывший КВНщик из команды «Пара по парам» любит шутить о словах-паразитах, аудиокнигах, театре, русском рэпе, шансоне и женских леггинсах, сопровождая свои номера игрой на пианино. Полночь 18 ноября в эфире продвижения авторский проект кандидата филологических наук Екатерины Барановской «Сад поэтов». Выпуски программы посвящены анализу петербургской поэтической традиции. В четверг советуем посетить Омский драмтеатр. Там покажут спектакль по знаменитому роману «Ремарка» «Три товарища». Пожалуй, самая красивая в 20 веке история о любви, благородстве, преданности и о том, что встречи и расставания неизбежны, как неизбежно течение времени, в котором важно не потерять себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова